Hello people, с вами Альтер, это видео находится на канале CheckerOut и если вы смотрите КВН и почему-то до сих пор не подписаны на мой канал советую подписаться, так как в дальнейшем я планирую также снимать свои обзоры на игры КВН сегодня мы с вами обсуждаем вторую, одну восьмую вышли КВН я свое мнение скажу в этом видео, а вы пишите в комментариях свои впечатления от этой игры ну что, понеслась? открывает игру Русская дорога, фавориты сезона остальные это три неизвестные для меня команды, к ним вернемся позже Русская дорога пропустила один год и вернулась той же Русской дорогой как мне кажется, они будто в заморозке были да, были актуалочки, но по сути все то же самое, все так же норм ну и Тимофей похорошел приветствие необычное, мне показалось слабым ну вытащили вы огромную шапку, шуток там не оказалось вспомнить хотя бы плюшки, они вытащили огромный стул и это было реально круто, это было очень смешно ну, я не знаю, это запомнилось а шапка и какие-то проходные шуточки, но что-то как-то мне, ну вот лично меня особо не цепануло за всю визитку отметил только два момента это про джип сел в джип и ларек роспечать и под корень снес вообще да вы лучше скажите, чей это джип был не могу это, затронет чувства верующих и про поле чудес за, че ты мне сказал, что ты пойдешь на поле чудес вообще-то это другая передача ага, другая, че тогда у ведущего банка огурцов стоит это все, что мне зашло не заметил сразу смены участника не знаю, что у них там произошло и куда пропал Тимофей но девушка, в принципе, неплохая я уже в курсе то, что она играла там за Сочи, по-моему, или из кого-то но, в принципе, я не знаю, как-то она меня не отталкивала ее игра меня не отталкивала и вот как раз-таки, когда она вышла как девушка я, я не знаю, я кайфанул мне понравилось полицейский тоже был слабоват ну, в общем, ребята просто вызывали улыбку не пахнет, как мне кажется, фаворитами надо, короче, у Муругова, понял, кассету с Гарри Поттером забрать зачем? ну, ему по праздникам крутить нечего будет это как и в случае стать нефтью тоже, мне кажется, были высокие ожидания то, что сейчас, вау, что-то произойдет крутое но, в итоге, как-то норм едем дальше Рязанский проспект скажите мне, пожалуйста как эта команда оказалась в высшей лиге? что произошло? что такого крутого они показали? я не знаю, в премьерке или в этом сочинском фестивале ну, если они там выступали я не в курсе, если честно но, то, что я увидел как мне кажется, вообще не должно было попасть в высшую лигу мне особо не хочется говнить на ребят но, блин вам там не место я не совсем понял, что это гопота или современная молодежь потому что, ну, судя по одежде и по музыке я как-то путался это какая-то современная гопота субкультура если КВН перевоспитывает то, желательно, избавиться вообще от этого формата здорово, пацаны! Всем общий! короче! гопота и вот всякие такие шуточки такое канала в нулевых ну, или сейчас это канает в маленьких городках например, как Нижнекамск ну, в принципе, ребята молодцы они бодро начали и я уже думал, вау! что-то интересное, может, сейчас будет потом все пошло на спад абсолютно могу отметить неплохую игру момент с шеф-поваром возможно, там есть какие-то недочеты но, в принципе, зашло нормально здравствуйте! хотели поблагодарить вас за эти бесподобные трюфели да, хорош ты, ЧММ! подруга у тебя вообще зачет простите, а это что? это комплимент от шеф-повара еще хотел сказать про девушку которая вот как раз-таки объявляет номера типа конферансье я не знаю, как они называются ну, как их правильно назвать почему-то она меня отталкивала ну, мне неприятно было смотреть на нее не знаю спектакль детский? да а я голый верно тогда второй вопрос можно мы во время хоровода хотя бы за руки будем держаться? короче говоря, ребята не сбили до четвертухи и очень хорошо недавно вузу, возле которого мы курим исполнилось 100 лет мне кажется, что вместо них могла бы выступить какая-нибудь другая интересная команда я не знаю, почему все так произошло но, ладно, фиг с вами идем дальше G-Drive еще одна неизвестная мне команда решили в своем первом выступлении спеть песню Харатьяну человеку, которого практически все забыли они решили ему посвятить песню нечестно выглядеть моложе вы серьезно вы могли как-то представиться какую-то другую песню спеть потом вы спели ему песню если вы такой хотите не знаю как-то мне показалось это очень странным все, что я могу выделить за игру за выступление это игру актера пародиста я не знаю, как его зовут но он очень хорош и как Дибров и как Харламов и как этот учитель ну, профессор в институте все очень хорошо интересно смотрелось приятно было за ним наблюдать Гарик Харламов а вы здесь какими судьбами? да, я сейчас только что со съемок пришел о, вы снимаетесь в новом фильме? нет, я теперь хожу на все съемки где снимается моя жена лучший пародист КВН это Александр Васильевич в смысле? вы видели, как он Гусмана пародирует? главным звеном может оказаться только кто-то из членов жюри дорогие друзья сегодня замечательный уникальный выпуск у меня в гостях человек который находится в гостях у Александра Васильевича сказать, что мощно ну, не особо но куда лучше, чем Татнефть видимо, сразу стоит ответить на повисший в воздухе вопрос кто такой Тьюринг? вот какая должна быть визитка очень хорошее знакомство с командой дети Тьюринга тоже о них раньше ничего не слышал но очень круто себя показали единственный момент, что не понравилось это... президент Литвы фишка как у Снежногорска ну, вот эти представления может, конечно, у них тоже это было но я видел только у Снежногорска и, типа ну, неприятное впечатление мне не очень нравился Снежногорск и тут я у них это вижу и такое, типа ммм ребят, вы серьезно? нет, нет, нет но все это вообще фигня шуточки все очень круто издаешь указ о легализации медицинской марихуаны и все нахрен план все в Литву кайфуем больше всего мне вкатила кодовая фраза коровы эти далеко-далеко на лугу пасутся ко коровы правильно, коровы пейте, дейте молоко будете здоровы здоровы, что у тебя? после дам Егор ищет по следам после дам после дам поняли правда там немножко затянули ну, как вам объяснить? вот Арина и Алина дамы вы же дамы? дамы, дамы дамы, дамы и диалог ну, вот концовка с Эрнстом что ж, у меня есть одна попытка Кирилл Леонидович Карл Леонтьевич в общем, мужчина Марк Александрович Константин Львович Львович и как я должен был догадаться? ладно это было тоже очень забавно короче, ребята молодцы больше всего понравилась их визитка перейдем к импровизации нам снова представили кучу разных других ситуаций и дверь в кабинет Эрнста что, нельзя было тоже что-нибудь придумать и выгнать его на сцену ну, как-то не знаю короче пробегусь как и в прошлый раз скажу кому я поставил плюсы у меня есть все на листочке и так первый у нас был отель больше всего мне вкатила ответочка от русской дороги не так смешно но на фоне других шуток как по мне очень даже норм идем дальше казарма понравились русская дорога и БГУ касса снова дорога и БГУ тоже в принципе неплохо себя показали портрет у нас дети Тьюринга и русская дорога парашют угадайте кто конечно же русская дорога ну и дверь все та же самая русская дорога что мне хотелось бы сказать про импровизацию какого черта я должен смотреть на то как выходят жюри на сцену выходят и уходят обратно типа поднимаются спускаются зачем вы нам это показываете я не видел ответы Рязанского проспекта и G-Drive ну некоторые я знаю то что я понимаю что там возможно были не смешные шуточки но лучше я их посмотрю чем смотреть на выходы и уходы жюри какого черта не знаю в общем мне этого не очень понравилось глядя на телевизионную версию создается впечатление что вот Рязанский проспект и G-Drive вообще практически ничего не отвечали и это вообще была игра русской дороги просто им дали возможность пошутить ну грубо говоря все это очень печально но переходим дальше к музыкальному фристайлу и начинает у нас Рязанский проспект Ребята ничего нового не показали да они запарились с видосами написали песню там рэпчик под какой-то старый бит но это не оригинально и это смотрелось как-то ну неинтересно там по сути у них шуток то было мало да и все наверное мне больше сказать об этом нечего я посмотрел типа ок все идите дальше переходим к G-Drive ребята показали караоке но куда лучше чем Юра как мне кажется здесь нам показали типы людей ну знаете как бывает это в вайнах по-моему интересно что выделю выделю слова про современную музыку граммофон вот этот почему такое старье почему не взяли современную российскую музыку а мы скажем так о какой современной музыке можно вообще говорить в России если у нас главная музыкальная премия называется граммофон мне очень понравилось очень круто но правда само выступление я промотал когда смотрел во второй раз дети Тьюринга показали мощнейший фристайл мне кажется со мной все согласятся это огонь это топ красавцы вот это выступление нужно смотреть полностью вообще абсолютно оно наполнено шуточками очень позабавило подколки Муругова это тема с Пелагеей все очень здорово по сравнению с доктором хаос эта команда смотрится куда сильнее и как мне кажется она пройдет до финала ну и все наверное я желаю ребят только удачи перейдем дальше русская дорога после БГУ русская дорога смотрела слабовато забавно все что я могу сказать об этом понравилось про зал и так то снег с пельшем и по моему все ну что перейдем к оценкам друзья их я ставил два раза когда смотрел первый раз и когда смотрел во второй раз ну потому что я забыл во второй раз что вообще как и кому я ставил и так что у нас получилось русская дорога в двух случаях получила 13 баллов Рязанский проспект в первом случае получил 7 баллов во втором 8 G-Drive получила в первом случае 9 баллов я ставил тройки во втором случае появились четверки получилось 11 баллов ну и дети Тьюринга так же как и русская дорога у меня получили 13 баллов и в первом и во втором случае те же самые оценки в общем были и это практически ну с судейством в принципе это совпало у меня просто чуть-чуть ниже были вот троечки дети Тьюринга и русская дорога точно так же набрали одинаковое количество баллов и меня это лично порадовало что я хотел бы сказать насчет судейства Рязанского проспекта им не ставили тройки алё в прошлый раз были буряты которые показали куда круче чем Рязанский проспект и допустим G-Drive какого черта им там поставили тройку что они там натворили что они получили трояк я вот этого не понимаю не знаю что произошло но очень обидно очень печально все наверное пожалуй спасибо всем за просмотр если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите в комментариях ваши впечатления от игры что понравилось больше всего и увидимся я надеюсь очень скоро всем спасибо за просмотр всем пока check it out